Перед началом нашего видео не забудьте подписаться на канал моего друга Злобного Мишку. Там вы найдете много интересных прохождений разных игр, в том числе Мир Южского Периода, который выходит сейчас каждый день. Ребятки, всем привет! С вами Александр. Мир Южского Периода. Раз, два, три, избавляемся от этой надписи. И вот такие вот призы мы можем получить. Смотри, на легендарный шанс 10%. Вау, она некоторая даже может больше. Ну, 11, от 11% до 2% получить гибрид, ребятки. Ну, думаю, такой бой проходить не стоит, тем более у нас условия только легендарные. Два, блин, ну легендарные это... Легендарные у нас не просто легендарные. Ну, здесь мы, думаю, по Береку сейчас разберемся, какими-то амфибиями там попроще. Это же у нас все легендарные, вот в чем прикол. Ух ты, ты тоже легендарный? А давайте попробуем так вот. Ну, 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 ну. Давайте вот так. Только два легендарных, эх ты ж. Ну ладно. Давайте, две амфибии попроще против двух приатардонов. Пожестче. Так, ну, ребятки, да на самом деле крепкие. Два удара и хана мне. То есть мне вот этим астапозавром нужно валить одного приатардона, потому что двух крутиком я вряд ли заберу. Так, ну вот и настал час расплаты. Так, за два удара. Ой, не хватит. Придется бить три. Да, жирненький. Шесть тысяч жизней практически. Протекладно все четыре и станет нашей легкой добычей, ребята. На двадцаточку. Так, ну, этот бой у меня висит, как вы знаете. Пока что он ждет самых сильных динозавров. Так, ну, самых сильных я по этой причине, брат, не могу, потому что через два с копейками дня мне нужно будет сразиться вот в том вот невероятно сложном бою. Ну, ничего не поменялось. Тех же два. Два. Тех же два. Так. Ну, если сделать вот так. Но он бьет слабовато. Лучше взять вот так и вот так. Давайте попробуем разыграть. Так, ну, 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 ну. Тут надо защититься. Так, все идет хорошо. Блин, удар слабоват у нас. На самом деле. Даже у Раджа Стеги он будет слабоват. Так. Ну, давай, давай. Четыре. На четыре. И давай, молодец. На четыре. Красавчик, красавчик. Я тебя люблю и поцелую. Юникорн. Единорог. Так. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, все. Тут буквально один балл туда-сюда, и мы пролетели. Я же два удара не выдержу. То есть два триста на два. Это уже 4600 плюс бонус. Он бы меня легко пробил. Ну, потому и пробивает. За два удара он мне пробивал бы. То есть тут все решил. Буквально там один-два балла. Готово и три легендарных. Что, три приатродона? Ну. Конечно же, три приатродона. Но на этот раз нам дают выбор три легендарных. Я бы, конечно, птерозаврами забодался с ним. Так, я хотел как сделать. У-у-у, блин, они же крутые. Я хотел бы взять вот тебя одного. Ну, вот нужно брать двух крутых амфибий. Крутых, но не самых крутых. Так, Горгазуха оставлю. Можно взять остапозавра. Потом вот возьмем. Давайте, я хочу все-таки взять моего пахигалозавра. Так, стоять. У меня, по-моему, пахигалозавр уже... Их че-то жить должно быть больше. Да, ребята, мы сейчас сделаем крутого себе пахика. Сделаем мы тридцатого, точно. Я ж чуть не забыл. Так, давайте сразу его откормим. И сразу же держать двух пахиков двадцатых смысла нет. А вот тридцатый пригодится. Ну, а если у вас в начале, вот еще, допустим, вы дошли только до легендарных, и у вас стоит выбор сделать одного легендарного сорокового уровня или двух тридцатых, лучше оставьте два тридцатых, ребята. С них будет больше толку. Только когда у вас уже много легендарных, тогда стоит повышать уровень. У вас должно быть желательно девять. Желательно девять динозавров самых сильных, примерно одинакового уровня. Иначе будет сложно сражаться. Если у вас один сильный, а остальные слабые. Молодец. Молодец. Держи конфетку. Блин, по миллиону. Ну, ты жрешь, однако. Ну, вот так вот. Взял он тут и наелся. А мы тогда возьмем его... Давайте вот глянем, покажу, чтобы вы вспомнили, что нас ждет через два дня. 14 тысяч 5600, 15 тысяч 5 и 14 тысяч 5600. Ну, короче, 15-6. Вот примерно сила удара. И это мне нужно будет, не знаю, кем пытаться побеждать. Так, а мы возвращаемся к нашему бою. Так, ух ты, неплохо получилось. Ну, давайте, обкатаем. Пахи Галазаврика нашего. Так. Ну, здесь будет все попроще. Мы можем не ставить в защиту, потому что Астапазавр выдержит два удара. 2700, но два раза по два он точно не выдержит. Разберемся с ним по-быстрому. Пахи Галазавриком заберем следующего. У него три, он бьет на... Вообще не бьет. Ну, я тоже бить не буду. Я хочу Пахи Галазавру больше баллов дать. Может, мы заберем два при отродоноси его помощью. Ну, полтора уже. Шесть по нулям. Отлично. Раз, два. Раз, два. Три. Ну, и следующего, значит, заберем. Круто. Круто. Вот так вот. Ничего у тебя не вышло. Супер удар. Так, наверное, вот эту картинку нужно взять на заставку. Ура, ребятки, получили. У нас тут астапозавр и астафрикозавр. Пятьсот баксов. Оу, пятерочка генов и тирекс. Ребята, это же круто. Тирекс, это круто. На каком бы уровне вы ни были, выиграть тирекса, это всегда приятно. Ну, а что скрывается внизу? Внизу нас ждет, никуда он от нас не денется. Через два дня я сделаю последнюю попытку его пройти. На этом все, ребятки. Не забудьте поставить пальчик вверх и до скорых встреч.